Необычные песочницы, лавочки, качели, украшенные цветами. Так видят город Одинцово и его юные жители. Ребята из общественной организации «Семей с детьми-инвалидами. Мир детям» в конкурсе по благоустройству принимают участие впервые. Создать свой проект не так уж просто. На помощь приходят родители. Подсказывают и поддерживают конкурсантов, которые фантазируют и рисуют. А главное, точно знают, чего не хватает на детских площадках. Площадки должны быть веселые, детские. И не хватает ни на одних у нас площадках в Одинцово. Нету элементов для детей-инвалидов. Это песочницы, это качели, это городок, на который может ребенок заехать. Именно на коляске. Не с помощью мамы, а именно пологий, чтобы был клон. И качели специализированы, на которые ребенок может так же качаться, как и любой здоровый ребенок. Номинация «Играем вместе» – одна из семи, заявленных в конкурсе. В ней можно подать проект элемента для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, можно создать и целую игровую группу. Пофантазировать на тему въездной арки старой Смоленской дороги – Можайского шоссе. Продумать план благоустройства бульвара Любонова-Селова или просто заявить об уже реализованном проекте. Юные архитекторы и проектировщики из организации «Мир детям», участвуя в конкурсе, продумали даже парковки. Машины здесь стоят, а это дети катаются на роликах. Я нарисовала качели, на качелях цветы. И там вечер. Качели, песочница, лавочка. Я изобразил машины, парковку и рядом с парковкой песочницу. Организаторы конкурса заявляют, важна каждая идея. Подать заявку можно до 30 июля. Потом к оценке работ приступит жюри, в составе которого архитекторы, проектировщики, специалисты в области ЖКХ и общественники. Информация о конкурсе размещена на сайте общественной палаты Одинцовского района. Каждый проект должен сопровождаться заявкой с указанием имени автора и контактной информацией. А эти 10 детских работ отправятся по адресу улица Маршала Жукова, дом 28, в районную администрацию, где установлен ящик для сбора творческих идей. Мария Епольская, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.